Два, три, семь, привет! Мы накопали 17 поздней! Здравствуйте, дорогие друзья! Давно мы с вами не виделись. Хотя, наверное, скажем по-другому. Последние несколько дней мы, наоборот, очень тесно с вами общаемся. Ну, по крайней мере, я. Вы очень тесно в курсе событий нашей семьи. Вы очень тесно нас поддерживаете. Сейчас даже Ивана по дороге многие изъявили желание встретить. Получится, не получится. Главное – желание было. Ну, а сейчас мы ужинаем, да? Да, ужинение! Кто с музыкалки приехал, кто еще кого нету тут, кто улетает. Завтра. Не, ну сегодня. Уезжаю сегодня. Сейчас, через три часа, через два с половиной даже, Владик уезжает на поезд. Чтоб я не везла вечером, заказали такси. Во сколько подъедет искал? В 20. В 20. Пол девятого. А полдесятого поезда? Угу. На всякий случай. Можно было и в 9 поехать, но на всякий случай подстраховаться. Бывает время и случай, поэтому в 20-30. Точно в 21-30. 20, да? 21-30. Вчера с Владиком, можно сказать, даже сегодня, потому что это было уже, через час перевалило время. Да. Покупали билеты. Подайте, пожалуйста, майонез. У нас на столе пельмени. У нас на столе домашний майонез. Мы все только зашли домой и решили с вами этот ужин провести. Время 15 минут. 18-15. Майонез домашний. Очень вкусный. Да, кушайте, детки. У детей чай. Мама не надо. Ты сделала? Я делала. Да не важно, дети все делают. Да. Сегодня Фадик садится на поезд. Завтра в 6 утра, в 6.25, по-моему, даже, да? А, нет, 6.25, это в Хабаровске. Завтра, в общем, в 6 утра приезжает в Сочи. Ну, в общем, в Сочи. Там едет в аэропорт. И в 11 у него уже самолет на Хабаровск. А почему он утром? На работу устраивается. Подальше от нас устраивается, чтобы мы его зарплату не видели. Сучу. Ой, опять навещу на себя беду. Нет. Да я шучу, дочь. Люди поняли, что я сказала. Ну, у меня на свой нормальный. А потом в Хабаровске у него будет час тридцать всего, чтобы пересесть на поезд. Там с аэропорта даже до вокзала 30 минут, да? 30 минут. И у него будет полтора часа, чтобы пересесть на поезд и уехать по Бамовской ветке. А что это означает? И там он будет. Что означает? Ну, там, где люди живут. Это Бамовская ветка называется. А почему у тебя глазик такой по сарабану? Нет. Вот тут? А он кошку держал. Ну, понятно. У Анюты тоже держал. Ну, ладно. И полтора суток он еще будет ехать там. Сегодня ездил, одевался. Ну, вообще шок. Там минус 35. У нас сегодня на улице как будто весна прям. Вот как будто весна. Как будто растаял снег и весна прям. Теплый, теплый день. Но будет зима. Ну, когда-то будет, да. А, Анна Сергеевна сказала, что в этом Чернодеже. Мы здесь? В Краснодарском крае. Да, в Краснодарском крае. Здесь нет вообще. Ну, как так, Анастасия Сергеевна сказала? Ты сама здесь уже пятый год живешь. А что скажут? Пятый год. А я? А здесь. Ларис сегодня купил себе кроссовки теплые. Да. Шурав четвертого размера говорит, чтобы много носков одевать. Ну, говорит, просто маломерки. Теплые штаны купил, нижнее термоделье, перчатки. Там ему ров дадут полностью. Да я в них машину сел, педаль не чувствую. А еду, педаль не чувствую, толстые. Я даже не верила, что когда-то это случится, но случилось. И я сегодня с комиссией вообще забегался просто. Она меня туда, потом туда, потом вниз. Туда? Вверх. Потом она меня обочит по всем кабинетам. Заново. А почему? Ну, потому что одну комиссию проходил на одну профессию, нужно поменять на другую работу. И она говорит, вот я тебе блану дарил, пока я тебе заключение делаю, беги, проходи. И я побежал. Два часа бегал по кабинетам, везде очереди, но я быстро до вечериней пробегал, чтобы просто печать поставить. Договаривался, меня пропускали. А стоматология, в которой я ставлю печать, оказалось, до двух часов всего работала. А время было полтретьего. Ну, и я до другой стоматологии на удачу поехал. Там печать просто поставили, спать, и всё, 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 и всё. Я в первый раз, кстати, вижу, что медкомиссия стоматолога проходит. Давно такого не было. У тебя все руки от пластилина чёрные. Ногти. Так что спасибо, что вы нас поддерживаете. Наверное, сегодня мы уже подустали. И, наверное, эмоций таких нет. А с утра эмоции очень сильные были. Валера сейчас кровати собирал. Последнюю собрал для маленьких кроватей. Это банки для Ашава и Рената. А Рената скоро приедет. А я знаю, как. А я их так буду учить. Я хочу тебе помочь. А? Я сказала, не кинесли к тебе. Весь исписанный. Все на тебе писали? Да. Все люди пишут на тебе, да? Да. Это в классе. В классе все на тебе пишут? Да. А ты выдумщик, да? Да. Ты как думаешь, холодно тебе будет, да? Я когда ехала отсюда, на Дальний Восток, я думала, только зимой туда в отпуск буду ездить. Я поняла, что я даже шаг не могу там ступить. Там так холодно. Ветер. Мама, я в эту штуку в туалет. Да иди. А то мы с нами все, что ты пойдешь. Как всегда? Ну, уже поменьше стал ходить, все равно. Ветер. По-моему, минус 48 было, когда я приезжала. Ополнить. Минус 48 и ветер пронизывающий. Все разговаривают, стоят, а мне кажется, я голая прям стою. На снегу босиком и думаю. Так на всех смотрю, думаю. А, неспокойно, а мне так холодно. Ну, я, Буряти, вот прилетел вот туда, за провалиной тоже капец. Выходишь и все это вот чувствуешь, что вааа. Зима, да, в Бурятии. В Бурятии не так холодно, как на дальнем. Я же вечером приехал, ночью прилетел, пока меня забирали ночью. И ночью вот прямо такой мороз. Все равно, ты поймешь, о чем я. Хорошо. Ну, если там, то все равно можно будет что-то докупиться, зарплаты, потом вещи, если надо будет. Ты даже одену. Ну, вещи, работа, а вот так выходить в город, там. Я думаю, что ты особо там не так не будешь. Ну, это же как бы как, в тайге вы работаете. Мама, я обиделся. Как бы это, вы не в городе работаете. Нету такого, что вы раз вечером собрались и в город пошли. Да и там город такой же, там особо ходить-то нельзя. Но, у тебя есть возможность, ты вот сейчас через Хабаровск едешь. Есть возможность через Благовещенск. То есть, за сутки можно приезжать по Благовещенску. Очень красивый город. Граничит с Китаем. Красивый, безумно красивый город. Можно, то есть, Хабаровск тоже красивый город. У тебя будет возможность приезжать и погулять по этим городам. Это большие, красивые города. А что, они у вас езжут? Да. Почему? А Китая же нету. Нет, мы не про Китай, про города Благовещенск и Хабаровск. Нет, ну кто-то из китайцев тут живет, они работают здесь. И давайте работать на тутошку. Папа говорит, что они сегодня были в Бурятии с мальчиками в кафе китайском. Говорит, одни китайцы работают. Ничего себе. Классно. У меня туда захотелось. Надо по пути заехать. Благовещенск, я думаю, тоже китайцев много. Это же вообще граница. Почему все хлеб не берут? Ну, бери. Бери ты. Всегда и подписчики спрашивают, почему вы не едите хлеб. Вы знаете, мы каждый день покупаем либо 6 булок, либо 12. Да, и бой на самом деле. А вот на столе хлеб не едят. И вы знаете, как едят? Вот эти вот, особенно вот эта компания, садятся, ставят булку хлеба, разламывают ее всю, съедают. Когда в бассейне выкупались, пробежите такие булку хлеба, возьмете, убежали. А ну да, зимниха, дедушка. Вот. Я приелась. Попрощайся. До свидания. До свидания. Сколько там, две недели? До свидания. Можешь спокойно нам присылать видео. Папа же присылай. Ну, ты видео присылай. Красивые видео твоей работы. С китайцем. Я не знаю, где папа с китайцем уходит. Я бы куда, но я бы не знаю. До скорой встречи, друзья. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что находитесь с нами. Провожайте нашего Владика. Я в кабинетаре. Первая птичка полетела. Он тоже уставший. Он пол восьмого как уехал, вот только приехал. До скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.